всем привет это гашан и канал жизнь механик сегодня мы на белом холодильнике рено дастер установим защиту бензобака защиту заднего редуктора и поменяем задние стойки стаба вот наши запчасти трэш с раскрыванием я пропущу тут 18 плюс будет или даже 19 я бы сказал как это все снимается возможно эта инструкция установите затяните закрепите затяните прикольно бинго у нас есть 2 инструкция установите 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 дополнительно прикрепите затяните очень полезная инструкция даже не знаю с чего начать со стоечек стаба что ли и бредненькие они здесь такие вот оригинальные стоечки похоже стоят у них вот здесь вот внутренний шестигранник очень неудобная конструкция констюкции я бы сказал даже оставить мы будем вот такие у которых о какой шестигранник хороший красивый затянуть можно нормально самое главное когда они умрут их очень легко ну нелегко но снять будет гораздо проще вот эти шестигранником тут можно сломать шестигранник когда резьба прикипает хорошо соответственно верху опять же природные чувства лени не не дает покоя и наверное попробую все таки так снять не снимая колесо очень нелениво ради это увешивать машину и снимать колесо да теперь значит еще редуктор нам предстоит обезопасить поставить защиту и бензобак сегодня творческая работа так как здесь похоже надо откручивать болты бензобака и защиты пересекается друг другом то есть защита бензобака и редуктора ставится в одном месте на одну и ту же точку это более легкая работа чем замена косточек как не смешно это звучит поэтому я предпочитаю сначала начать с более тяжелой работы чтобы потом можно было более легкой работы заканчивать очищаем резьбу можно даже вот кстати говоря можно вот здесь вот федерчика чуть-чуть бахнуть помазать графит чикой все равно смазочка какой чуть-чуть гаечка полегче скручивалась вот о чем я и говорю ключик 16 мы срываем и у нас вот такая штука происходит противная приходится брать шестигранчик туда вставлять вставляете плотненько проверяете чтоб не дай бог не получилось так что вставил всего лишь там пару миллиметров сорвете сразу и откручиваем придерживая шестигранчик в данном случае нам везет на самом деле не так сильно прикипела в общем вот таки движениями оба одну уже сняли нам буквально повезло кому как коррозия такая нормально уже пошла заметно белая соль такая выпадать начинает повезло что открутил достаточно легко откручиваем теперь верхняя будет противно и неприятно в одиночку снимать не смогу так старую косточку уже сняли вот она верхняя уже прокрутил и теперь объясню на примере нижней я обязательно в обязательном порядке смазываю графит резьбу которой будет идти гаечка когда вы будете держать за эту гайку а вам не видно будет вы можете по незнанию по неловкости по неумению порвать пыльничек надорвать бывает что везет кому везет кто везет и когда мы начинаем закручивать стойки новые стойки стабилизатора новенькие и шарнир достаточно сильно прижат и поэтому хватает гайки закручивается на шток не придерживая сзади ключикам вот как в нашем случае сейчас очень приятно неплохого качества стойки у них шток держится мне пока не надо помогать сзади ключиком придерживать но бывает так что шарнирчик легкий это не означает что стойка плохая и приходится сзади вот будьте внимательны аккуратно не порвать пыльничек придерживать и вот здесь вот самое скажем нюанс либо даст подтянуться опа и вот шток пошел у нас есть необходимость для фиксации штока то есть мы пытаемся затянуть а резьбовая часть прокручивать вместе с гайкой поэтому нам надо аккуратненько подставить туда ключик чтобы не порвать пыльничек будьте внимательны и двумя ключами все это дело затянуть с нормальным усилием прикручили стоечку верху и внизу и как водится обязательно смажем все это дело мавилькой естественно везде он потом засохнет мавиль и предохранит резьбу после этого будет очень замечательно откручивать гаечку снимаем штатные болтики смазываем их граффити так берем такой входящий в комплект соответственно гаечкой вниз болтик оп я так понимаю наверно тут он говорит наверно бензобак то у нас пластиковый и пытаемся прикрутить короче аналогично поступаем со второй хорошо играет на зете виднее пух у него жена и дети он так вложили в заднюю балку такую такую хитрую гайку еще одна здесь будет крепиться вот такого что то вот подвесили значит эти болтики пока не будем ставить наживили здесь прям вообще наживили и задний болт будете сами себе ставить обязательно смазать его очень хорошо граффит вот этот болт прикипает просто пару лет я потом хоть болгарка срезай и теперь мы ставим крепеж бака 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 да обращаю ваше внимание вот эти болтики они притягивают пластиковый бензобак поэтому откручивать то вы с любимым моментом может а вот закручивать аккуратней можно с дуритой и короче с дуритой можно и резьбой болта победить пластиковый бензобак ограничительных втулок я смотрю здесь нету то очень обидно здесь в одном из мест будет ставить вот такая вот скоба а не такие вот штучки смазываем болтик ставим обратно хитрули конечно значит сюда идет вон какой крепеж можно гайку не отворачивать со шпильки потом будет одеваться такая втулочка которая тоже позволит пройти мимо гайки. Хитрозадость. Поэтому мы сначала обдадим это все нашей любимой мобилькой. Получилось обманулся я. Ни фига подобного, но это все-таки такое большое отверстие сделано, чтобы была возможность корректировать немножко. Пришлось открутить гаечку, которая уже так нормально, изрядно прикипела к ржавой шпильке. Извозилкаем ее всю, по-всячески. И теперь уже прикрепим. Как-то так выглядит. Мобили сейчас не будем, потому что вдруг придется нам куда-нибудь подвинуть. Закладываем закладную пластинку сюда. Все. И значит пытаемся наживить нашу защиту. Впереди так повесили на два пока. И впереди нас ждет небольшой квест. Совместить все болтики. Обязательные граффити. Все наживуливаем. Выравниваем защиту. Смотрим, чтобы ничего не касалось. И будем протягивать ее. Забыл совсем показать. Вот в этих местах очень сильно бывает стучат троса ручника, и народ обтягивает их хомутиками. Вот хомутиками. Вот они стучат здесь так. Очень противно. Не очень хорошо придумали. И вот здесь стучат. И вот как раз в этих местах, вот как раз с другой стороны, вот начал ржаветь. Ржавчина посыпалась. Вот в этом месте, в оболочках троса лопнула и потекла ржавчина. Если начнет подклинивать ручник, придется менять троса ручника. Вот так вот. Это у всех дастеров такое присутствует. Слышно в салоне прям обалдеть. Перетирается. Вот такой фирменный косяк практически всех дастеров. Все защиты наживили. Вот такая черепаха получилась. У нас внизу защитная. Выглядит достаточно симпотно. Не знаю, толку есть или нет. Осталось самое важное. Болтик вкручен. На той стороне вот у нас такая штучка. И вот сюда бы, вот сюда, хорошенько бы замовилить. Очень такая нехорошая штучка. Вот он торчит. Именно здесь и будет все гнить. Резьбы вот эти. Все полочки, одни леницы пройти. Вот с этим также поступить. Вот отверстие есть. Вот мы туда и... Вот и все. Две косточки поменяли. Защиту установили. Две. Защита редуктора и защита бензобак. Не знаю, можно ли теперь будет кататься с них с горки. В общем, все. Все нормально. Все хорошо. Защита тонковатая, легкая. Надеемся, что не пригодится хозяину в жизни. Не будет шанса ее испробовать. А с вами был Гошаныч и канал Жизнь Механика. Подписываемся. Приглашаем друзей. Комментим. Ни гвоздя, ни жезла. Субтитры сделал DimaTorzok